Как известно, черлидинг доступен в любом возрасте и в каждом уголке страны, в том числе и в Татарстане. О том, насколько динамично развивается данный вид спорта в республике и его спортивной столице, разговор шел на очередной пресс-конференции в стенах высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Наша задача развивать этот прекрасный спорт на территории республики посредством создания команд, обучения тренеров, обучения судей, привлечения инвестиций в наш спорт, формирования сильной сборной команды, чтобы она могла быть конкурентоспособна на общероссийском и международном уровне. Главными спикерами встречи стали президент и вице-президент Федерации черлидинга в республике Татарстан. Разговор с представителями прессы и студентами высшей школы журналистики начался с хорошей повестки. Спикеры объявили, что в воскресенье 12 февраля Федерация черлидинга республики открывает свои двери всем желающим на отборочный турнир на формирование команды для первенства России. Данный чемпионат состоится 24 и 25 февраля в Москве. Это в первую очередь говорит о том, что наши черлидеры теперь спортсмены, которые имеют возможность получать спортивные разряды и звания, и стремиться к получению звания мастер спорта Российской Федерации. То есть это является большим стимулом. Столь зрелищный вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и акробатику, изначально был придуман американскими студентами. Считается, что самые популярные девушки университетов, колледжей и школ обязательно должны проявить свой талант и грацию в черлидинге. В разное время среди черлидеров были такие звезды, как Мадонна, Мэрил Стрип, Сандра Балок и другие. Красивую звездную традицию с удовольствием поддержали и казанские тинейджеры. В дальнейшем мы собираемся поехать на первенство России, которое состоится в Москве в конце февраля. Будем также развиваться, достигать новых целей. Да, очень хотим попасть в международные старты, так как у спортсменов самая главная цель – добиваться своего, так как мы такие целеустремленные и очень хочется и мастеров спорта выполнить. Многие ошибочно полагают, что черлидинг нужен исключительно для обеспечения энергичной группы поддержки для спортивных соревнований. Однако это заблуждение, причем весьма ошибочное. На сегодняшний день черлидинг уже не привязан к различным спортивным событиям, а является самодостаточной единицей со своей ассоциацией, чемпионами и невероятно развитой творческой танцевальной составляющей, превратившей выступление черлидеров в настоящее шоу. Абеля Шабелова, Андрей Багудинов, Универньюз.